итак а всех пресса легендарного господа вами зовут алекс и этого пожарочное новое видео да сегодня мы продолжаем оуе наша оуе да наш триал нескончаемый триал до которые когда-нибудь до кончится да так сказать и в общем я хотел вам тут сделать заявление да я я вот что-то прям это возможно короче загорелся да возможно не очень потому что не знаю готов ли я или нет в общем загорелся топить до финала до финала триала так что да сегодня постараемся дать до пройти до триала финала да а вот и почему я говорю во-первых извиняюсь за то что не было давно серии да потому что не было времени короче говоря и это обстоятельства там да вот это все и плюс я простывший опять я еще ладно понимаю и осенью не зазорно болеть да так что ой да если вы что-то заметите то я извиняюсь но надеюсь этих моментов будет немного да и перед тем как мы сейчас непременно продолжим и будем топить до конца я хотел бы такой сделать ремарочку скажем так это заострить внимание на одной вещи давайте начнем с того что сейчас мы проходим триал я просто уточняю да мы проходим триал на было еще не вышло еще не вышло она была перенесена кстати говоря вот на конец месяца и триал стримить вообще принято ну то есть это дм к это как-то пробная версия до типа это знакомство да это демо версия это знакомит нас типа сыграть то есть это все бесплатно да это все типа не зазорное и не запрещено однако вопрос встает я хотел бы упомянуть просто я говорил все это вк группе и писал да что я затрону этот вопрос по поводу что же нам делать дальше после триала в общем а если вам интересно мое мнение то мне новелла очень нравится да мне очень нравится она мне прям эти идеальное сочетание моего любимого жанра атмосферы озвучки и сюжета это прям ну еще и то что это как-то время винтажное такое знаете это да там джаз от эти всякие пластинки все прочее до машины там вот эти как-то 19 век до типа да вот то есть это все винтажное все вот это не современным не это тоже это прям завораживает все вот это до персонажи тоже офигенно они прямо такие живые и и так завораживает их красные глаза у каждого и не только вообще персонажи классные в целом в общем вот это мое мнение поэтому я бы с радостью как бы продолжил это на было после релиза и можно было бы пройти насколько меня хватит да она тут стоит вопрос я все просто разжевываю чтобы было более понятно да я надеюсь извиняюсь за это если что вот это важно это важно в общем она была выйдет и что такая вещь особенно с релизов как эмбарго она не только распространяется новелла она община и игры распространяется в целом то есть эмбарго это тот момент когда тебе до которого тебе нельзя типа вообще распространять эту игру или новеллу да в играх это обычно спадает час сколько-то часов через сколько-то дней она да нам довольно быстро обычно спадает недолго вот но это типа такое правило до дабы не нарушать его если вы раньше загрузите срок ну там или застримите да то вас возьмут за задницу бывает эмбарго в новеллах к сожалению такая вещь как вечная эмбарго да и в общем я хотел обратиться к вам возможно кто-то сейчас смотрит или потом посмотрит да это видео и в общем я хотел обратиться насчет компании а дельта которая вот делает эту игру да и хотел узнать если кто-нибудь из вас лучше меня знаком с ними как у них работает эмбарго есть у них запреты на ну стриминг на выкладывание на youtube то есть некоторые я вам объясню почему я меня это тревожит потому что у японцев это все строго но все же у них типа делится компания от компании зависит от людей которые там работают да одни могут тебя взять за задницу в любом случае возьмут и ты никак с ними не договоришься ничего прочее а другие могут любезно их очень мало кстати они вообще единицы но мне такие тоже попадались вот они любезно тебе если ты выложил что-то не по правилам эти они тебе любезно напишут в комментариях что типа вот ваше видео нарушает там эмбарго до типа того правила распространения и если в ближайшее время не соизволите удалить ваш ролик мы вас возьмем за задницу вот вот это самый лучший подход мне больше всего такой подход раз и но к сожалению самый редкий да скорее всего как я уже в предыдущей серии говорил тебя пошлют на хрен и возьмут за задницу вот и есть третий вариант который позволяет тебе распространять записывать выкладывать прохождение главное чтобы ты типа не перепродавал продукт сей продукт который ты записываешь то есть вот и мне бы хотелось знать а дельта каким относится если вы знаете то я был я был буду был бы и вам очень признателен если бы вы мне тут или вк или где-нибудь сообщили про это если же таких не найдется всякое бывает да то есть надо всегда готовить план b какой-нибудь да то мне придется подождать посмотреть что там сами а дельта будут писать после релиза имею ввиду выждать либо мне все-таки кто-нибудь ответы либо в титере что-нибудь поискать тоже типа людей которые будут проходить короче либо самому либо кто-то мне все-таки выручит и мы на крайняк на крайняк я выложу может быть одну серию и там посмотрим то есть в правилах опять же тоже правило который пишется у компании они не всегда однозначные то есть были случаи когда в правилах очень все строго написано однако компания все-таки разрешает тебе спокойно главное не перепродавать но это опять же один из случаев до у а дельта вроде как написано что типа вроде как можно да но если нельзя то они любезно как раз таки как во втором варианте да они любезно обратятся и скажут что типа мы можем попросить удалить видос то есть они не не возьмут с двух ног не ворвутся и не удалят ну вроде как так что вот я надеюсь что я все-таки разберусь с этим потому что мне хотелось бы на релизе или через какое-то время после релиза короче хотелось бы продолжить после триала да но сейчас все возможно я слишком затянул но я хотел отживать поподробнее чтобы вы понимали лучше да кто не шарит вообще в этом а теперь ну что не знаю сколько нам осталось в общем предполагаю да вот но давайте всем при этом просмотра ой готов ли я готов ли я да у нас еще все продолжается затишье пока ничего не предвещает беды так сказать да все погнали а нет не погнали последнее событие у нас случился поминальная служба прошла да мы за обедом трапезе лида устраивали трапезу позвали фуны на сана к нам приглашали его любезно к нам пожаловать к столу чтобы он как бы это ну для него там одно место было да но в итоге он словил какой-то флэшбэк его затригерило да и он сбежал от нас и в общем вот сейчас мы разбираемся что произошло все надо было это уточнить эту как бы это для себя заодно тоже кажется он и зря на вымотался за эти дни беспокоясь за его здравия не перегрузили мы его своими просьбами до тревожиться стоит полагаю за него беспокойство и тревога это два совершенно разных чувства александ был обеспокоен моральным состоянием фуны на сана когда щи джио майя сан переживал тревожиться лишь за себя лишь я доме сан продолжал сиять излучая яркие порывы блеска по всему залу наверняка ему глубоко врезался в память принципа народной мудрости чужой монастырь своим уставом не ходят он полон оптимизма его ничего происходящее вообще не заботит как там это трактовка мудрости попав чужое общество подчиняясь его законам да не учи своим да не стоит так переживать после окончания ритуала сожжением церемония ведь закончится верно затем мы все дружно хорошенько похвалим вас дадим почте за замечательный уход и заботу за нами от фунена сана ушам своим не верю оказывается иногда ты даже можешь излагать довольно таки умные вещи вернулись наши сбережения могу ли вознести свои пожертвования пожертвованные сбережения храму лично фунена сана такое решение вполне устраивает меня таким образом благодаря позитиву стороны еще а доме сана атмосфера вновь стала спокойной и теплой здесь пососедствованы напротив меня тут тут же завязалось несколько на и не длинных тривиальных бесед я у меня язык разработается видимо еще не разработался вскоре разговор перетек к обсуждению того как кто ест это печенье в виде маленького милого голубка о боже обычно я делю по полам и ем лишь голову отдавая в более изящной части виде рук и ног жене и служанкам вот так вот делиться кровом своим еще и такую душевную атмосферу вашем семействе нет ничего счастливее когда думаешь о таком а что насчет тебя обладает ли твой способ некая синергия счастья обычно я подогреваю этого голубка уложив его на шичерин прижимая его поплотнее затем он становится таким горячим и хрустящим просто объедение а шичерин это у нас легкая компактная простая перемещение кухонная плита которая использовалась японии еще с древних времен шичерин представляет собой керамический или каменный горшок который насыпается песок примерно до середины затем горячие угли наверх кладется решетка на которой готовится пища шичерин вставили в центр жилища вокруг него собирались толпой грелись и готовили пищу звучит просто потрясающе вкусно я также не обделен фантазии поедание сего тогда поведай нам как же ты обычно потребляешь это печенье беру и заворачиваю печенье в тонкую бумагу затем измельчаю порошок с помощью ступки затем как лекарственный порошок засыпай печенье себе в рот уже правы ты просто невообразимо бесчеловечен я просто обожаю порошковые продукты короче парень помешан на измельчение всего да так и запишем но ведь это не порошковая еда это всего лишь мука к порошковой еде можно отнести экономияки удон и прочее вот что можно соотнести к переработанные пищи обожаю муку также ладно убедил полагаю этот спор можно закончить на этой ноте ауми сам не поделитесь с нами как вы обычно употребляете это печенье пожалуйста поделитесь же с нами тоже вот как я употребляю его я просто не стал бы есть такое и крайне жаль поедать такого беднягу о качалу ауми сану все такое прямо ну я имею виду безобидный такой мухи не обидит ну по крайней мере пока как это трогательно с вашей стороны сочувствовать обычной еде я не любитель этого печенья не любитель но почему же ведь он такой милый его большущих глазки тоже утюпути просто полагающая чувство вины мне даже с трудом лицезреть на этого беднягу по его глазам ощущаю что он может раздаться в любой момент он очень не рыдает ведь это милый голуб этот милый голубок всегда радуется и смеется мне также его глаза казались скорее восторженными нежели грустными и пить полной печали а разве глазки не говорят о смятении мне тоже так всегда казалось что ты думаешь об этом хинады кун этого собора как-то обычно его ешь этот момент он ухватился за стебель и овощном гарнире хиташи перевернув свои палочки он тут же откусил более темную часть что означает что он любитель начинать задней или же нижней части полагаю а что насчет вас достопочтенный монах такое обращение монах даже вздрогнул достопочтенный господа позвольте узнать а что вы обсуждаете уже на протяжении столько времени и что из себя представляет такое он не знает да по ходу он такой наверное думает о чем вы такой маньяки чертовы да все дружно ахнули от его вопроса но затем рассмеялись в унисон как это непочтительно хата собора это ведь знаменитый лакомство прямиком из камакуры ну в двух словах это вкусное печенье форме милого голубка кругом повсюду рядом с любой другой станции повсюду есть эти плакаты с рекламой этого печенья у него смех такой прям пронзительный я бы сказал еще о доме полагаю для того кто действительно не знаком с этим печеньем и названием было весьма жутко наверное да и страшно слушать нашу беседу и сейчас услышав наши слова тойос-сан наконец глубоко выдыхает если бы не его вопрос монах мог бы подумать что хата собора это некая человеческая личность которую убили и творят с ней всяк всяческого рода садистские вещи вот оно что короче а видел в твиттере японцев эти твиты они короче обсуждали как бы этот разговор про голубей что типа шутка шутка шутки шутками да а что если правда тут каждый персонаж высказывает свои садистские наклонности то есть кто как убивать своих жертв не будем забывать опять же да что каждый из них безжалостный убийца из этого следует вывод что возможно а реки сан топит человека быть так вот почему столько артов где а реки сан топит асаки то есть топит человека потом наверное на острове найдется где-нибудь огромный котел в котором будет горячее молоко и в нем он однажды сварит асаки до такого найти вот этого состояния когда уже прям проварены переварены и съест его до щаду мисана у нас это раскрошит до порошка человеческое тело да и в виде порошка просто фарша фарш с мукой смешает как выпускать кошмар фантазия алекса да я на самом деле много твитов многие обсуждают что вот эти приколы с голубками они не просто так обсуждают то есть они будут играть сюжет о это роль в сюжете так что да можете обращать внимание на этих голубков не просто так они вплетены в эти диалоги что-то говорят о персонажах под видом этих милых голубков да даже он монах это ну поняли часть этих милых голубков и сегодня отливают в такой форме они разлетаются по всей стране в качестве сувениров таким образом очередная дилемма с поеданием ухота сабура и тема что так часто любят поднимать и обсуждать на различного рода посиделках была наконец лишена всеобщая беседа вновь распалась каждая лишь продолжал задержанно посмеиваться однако не все в данном случае смеялись и веселились от всей души отсутая хозяина внезапные крики со стороны фунэна сана в моей голове продолжали звучать эти мысли словно приклеенные продолжавшие напрягать и беспокоить мою нутро казалось все они просто поддерживают эту бессмысленную беседу дабы отвлечься случившегося от мысли от воспоминаний одному о случившемся ранее собрался здесь так страшащийся этой удушающей тишины сделал вид что я уже опьянел от воздействия алкоголя решил не вмешиваться в их общую беседу продолжаю размышлять об организаторе что даже не раскрывал своего имени личины в целом фунэна сану что отправил деньги тайосу сану от имени некой кинокомпании в чем же заключается причина таких действий с его стороны мужчина и женщина что звонили связывались фунэна саном оба работают на эту кинокомпанию или же нет кстати господа до вас доходили слухи о том что он чан на самом деле может быть все еще жива опа что еще за слухи такие не знаю где точно это было но мой коллега комик гастреливший где-то в сельской местности услыхал об этом в той самой деревне александр сдержанно усмехнулся полагаю это было всего лишь простым эпитетом называю самую прелестную красавицу всей деревни анчан верно как хибари и мисору который когда-то называли японской мадонной тигр кайю дракона очага что-то такое да не очень понял о чем вы это вовсе не эпитет анчан на самом деле жива и сбежала с неким мужчиной имя которого кажется начинается с чу если это действительно правда то это даже радует мирно александр ищи димае сан тут же неловко переглянулись для них обоих видишь их тело мертвое тело оян сан слышать такое было просто на уровне невероятного они всей душой желали бы верить что она действительно осталась жива друг ушах раздался шум тяжелые шаги приближаясь топы по земле затем уже по каменным ступеням разбрасывая уплескивая свой гнев слом на пыль от своих бурных громких шагов все вокруг лишь продолжали беседу лишь я один смог приметить ощутить это надвигаешься на нас бурю сюда буря и вот опыт по деревянному кольцу наконец нарушает покой храма затем перед нами распахиваются двери сёдзи да с такой силой что они едва не разлетаются в щепки из дверей заявляется шин ваш сан все с такой же страшной гневной гримасы на лице словно демона во плоти мгновение застывая на месте дабы моргнуть словно и выискивая своих жертв дайба сам реки сан искать что я был удивлен но мы оба откликнулись на его зов что за детский сад вы тут решили учудить и вы думаете это смешно кто из вас задумался до такого цирка как ставить пластинку жутким звуком пытаться напугать этим кого-то пластинку это у нас очередные референции отсылочки на 10 негритят да с искаженной записью которая обвиняла там в грехах да спасила реки сан глядя на меня я же отрицательно покачал головой на это видев мою реакцию реки сан отвечает обобщающим тоном мы не ставили никаких пластинок она быстро подняли свои задницы его поза мной мы же тут посреди трапезы сейчас же похоже спорить с ним сейчас было себе дороже в любом случае если там и правда что-то случилось то не стоит закрывать на это глаза когда я поднял своего места реки сан тут же последовал за мной спешки что такое куда вдруг собрать чуть за музыка куда-то вдруг собрались нам нужно вернуться обратно полумесяц прошу у нас извините и продолжать насаждаться вас вкусной и великолепной трапезой могу я также пойти с вами полмесяц как это еще доме внезапно подпрыгивает своего места и вот мы втроем длинусь след за шинбаш саном шинбаш сан лишь продолжает гневаться и хмурится не проронив ни слова всю дорогу и вот мы были у входа в полумесяц и вот тогда я понял о чем ранее заявлял шинбаш сан это же о боже мой громкий искаженный звук исходящий откуда-то проносящийся по коридору разносясь по всей гостинице кто-то поет что ли кто-то как я ранее изъявлял эта пластинка с записью звука именно про этот шум я и говорил вам ранее арияки сан вам было мало этих дурацких колокольчиков после них вы решили испробовать нечто подобное имейте ввиду мое терпение вовсе не вечное я прошу прощения за беспокойство от моих колокольчиков но в этот раз звук точно не по моей вине я также не причастен к этому и не привозил с собой ничего подобного тогда прошу сделать уже что-то с этим проклятым шумом ну что мы вообще можем сделать давайте для начала 1000 места откуда исходит этот звук ваш сан еще доме саном решили проверить столовую и кухню мы же саряки саном пройдя по коридору вышли в главный зал и шум начал лишь нарастать сильнее здесь откуда же именно он исходит не подавать говору рядом я лишь прислушиваюсь спокойно вдыхая пытаясь уловить этот нарастающий звук шум этот исходил с подножья лестницы открыть дверь мы нашли комнату откуда исходил этот шум глаза тут же бросилась маленькая комнатушка заполненная лишь шкафом небольшим комодом мини-столиком очень ваш сан доме сан возвращается к нам также лицезрея на комнату однако на первый взгляд непонятно откуда исходил этот звук шинбаш сану тут же захотелось зажать уши арияки сан лишь скривился от этого искаженного звука я же не страшась начал исследовать комнату выискивая настоящую сущность этого явления внезапно я нахожу черный шнур проследив по нему осознав что ведет он к верхнему ящику шкафа шкафу оказался прямоугольный проигрыватель пластинок как там его еще патефон до называют ну если кто не знает да как бы зуммер наверняка уже не в курсе да что это за штука и что вообще такой пластинки да зуммер и вот вам патефон или как он там виниловый проигрыватель как он еще называется а пластинки это были типа дисков до что-то последнее ну то есть на них записывались музыка ну и можно было записать даже не только музыку дают и песни хочу вы поняли эх как это винтажная знаете это эра винтажом отдает прямо вот она же в причину шин басан тут же выключает патефон что ранее сначала те жуткие звуки оставили жуткий звон в наших барабанных перепонках полмесяца погружается мертвую тишину то что же это такое виниловый проигрыватель пластинок lp название же было не указано точнее оно было стерто глядываясь вокруг я осознаю что эта маленькая комнатушка похоже принадлежит на на сану это это комната для прислуги что находясь в центре здания именно поэтому звук исходя таким искаженным жутким эхом разной разносясь по всей гостинице александ словно ослепленные солнечным светом прикладывая свою руку колбу быть может чем-то да не угодили фуны на сану или задели его прямо может мы случайно обидели ли задели его ранее считайте это и есть месть за случившееся ранее кафе ташин баш сан неловко замолкает должно быть ему вспомнилось как он порыве гнева ранее поливал оскорблениями фуны на сана я также ощущал часть вины ведь крики и вопли фуны на сан начались с того что мы все любезно решили пригласить его на обед к нам даже так не думаю что такая причина поспособствовал бы такому что же нам делать дай ба сан где же сейчас может быть фуны на сан вы не знаете откуда мне знать однако ранее я слышал как распахивается и захлопывается задняя дверь поэтому я подумал что он мог выскочить куда-то из нее задняя дверь или черный ход мы тут же все выходим из комнаты пройдя к заднему двору в поисках фуны на сана я обнаружил что там все также продолжали лежать сандали значит никто не выходил сюда в сад ранее шин баш сан также решил взглянуть на сад замечая оставленные сандали неужели мне послышалось как задняя дверь открывалась и закрывалась и вновь оглядываясь на коридор по которым мы пришли опа примечаю что он был крайне грязным от свежей земли следы вели от задней двери снаружи форма подоши была не четкая но по положению носка и пятки можно было предположить что следы эти говорили о крупной стопе поскольку ранее шин баш сан даже не приметив следов идти шагая прямо по ним можно было без проблем сравнить и заметить ту разницу в размерах я тут же следую по этим следам и следы эти почему-то вели прямо мою комнату кроме моей комнаты эти следы больше никуда не вели только не говорите мне мы какой музон а сердце тут же заколотился как бешеный я бросаюсь к двери но она оказывается запертой дверь оказалась заперта изнутри до дай басан фунэн сан пошел вас отзовитесь вы там продолжаю стучать дверь но никто не отвечает шум что ранее слышал шин баш сан это был звук открывания закрыванием моей двери я тут же обошел здание заднего двора к окну своей комнаты заглянув комнату я обнаружил там фигуру однако как бы я не звал не кричал фигуры не желал оборачиваться на меня и окно оказалось тоже запертым похоже у нас нет другого выбора кроме как разбить его шин баш сан разбивает окно ударом локтя просунув руку внутрь я отпираю замок и вот мы оказываемся внутри все что лежало на столе было сметено сброшенным на пол страницы моего альбома были полностью вырваны также разбросаны по комнате чемодан был скрыт одежда и мой блокнот также валялись по комнате на моем будильнике появилась мятина потому что возможно его бросили об стену или же по другой причине склонившаяся фигура что было засунутой головой мой чемодан это оказалось как ароматная спина фунена сана через несколько мгновений осознал это я тяжелое что первое убийство господа и у нас это классический трюк запертой комнаты да я понял приоткрывая его веки видя как зрачки его безжизненно отражали потолок его рта были разбросаны и прилипшие таблетки покрытые слюной что там стряслось что там жилам 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 на каждой наших ушей доносятся голоса арияки сана ищи адоми сана шин баш сан открывает для них дверь но они оба не желая входить застывают на месте это конечно же от него не последовало мне жаль но он мертв прошу вас позвать сюда доктора сидимая сана слышу мою просьбу арияки сан тут же бросился бежать несмотря на такую спешку сидимая сан как и подобает высоко квалифицированного специалисту явился к нам серьезным видом глубоко раскрывая веки покойного фунана сана затем прощупав его пульс затем взглянув на часы врач и покойник перед ним больше не олицетворяли прошлые отношения гостя поминок и его слуги затем он прокашлялся с необычным холодным выражением словно в отчуждении 13.50 дня время что он произнес подтверждая смерть фунана сана я хорошо запомнил время это было около 13 10 когда я услышал голос фунана сана и затем заиграл это проклятая пластинка по прошествии пары минут думаю обнаружили фунана сана мы здесь 13 30 тогда что же могло произойти с фунана за куном за эти 20 минут сидимая сан глубоко вздыхает тихо выдыхаем так чтобы саны еще доме сан также возвращаются к нам ранее их послал за этим сидимая сан дабы они сбегали в комнату фунана саны что-то принесли оттуда на столе мы смогли найти лишь это это оказалось большая прозрачная бутыль широкая бутыль без крышки этикетки поэтому с первого взгляда было даже непонятно что это было за что там за лекарство было внутри сидимая сан взяв руку одну из таблеток напрягая глаза внимательно пытаясь прочитать написано на ней лабона это снотворное на основе барби туровой кислоты смертельная доза составляет около десятка таблеток судя по тому сколько их осталось бутылки он выпил около 30 современный метод самоубийца похоже самоубийство александ выпаливает продолжая оставаться в шоке жимая свои дрожащие губы он прошептал едва слышим нет это этого не может быть тут же послушались быстрые шаги приближающегося аоми сана полагая его просили позвонить связаться с полицией дабы позвать сюда на помощь китая кдаса прошу вас проследовать за мной кафе то мы вернулись коридор следуя за ним наблюдая за его необычным поведением а у миссан уже стоял перед телефонной будкой все таким же неизменным бесстрастным взглядом он повернулся и уходя оставил нас перед уже новым ужасающим зрелищем уже правы телефон остались одно лишь название ну это было опять же как классика до очевидно ну типа обрубить все средства связи на необитаемом острове иначе было бы слишком все они не интересно что насчет телефонов я гаки точно так чтобы саны сауми саном тут же унеслись прочь оставшийся один я еще раз пристально осматриваю сломанный телефон он был не просто сломан скорее уничтожен разнесен щепки в дребезги во многих местах виднелись следы от топора бесчисленные отметины по их глубине можно представить последовательность ударов сначала был нанесен один мощный удар дабы окончательно разнести телефон затем тщательным ударом затем тщательным другим ударом обрубается уже телефонный кабель удары кажется такими мощными дикими но вовсе не бездомными запланированное уничтожение сотни запланированным сносом зданий или же сооружений шин баш сам подходит ко мне лицезрея на ту же трагедию что я он произносит дрожащим голосом в одной комнате было оставлено играть это проклятая запись другой комнате обнаружили труп что скончался от отравления и теперь мы находим вот это неужели это так же дело рук фуны на сана а кого же еще спрашивается он все уничтожил затем покончил с собой окей больше не выдержав он высказывает все что что так аж дожала его что так давно сидел внутри него все время он лишь притворялся проявляя якобы сочувствие дабы не привлекать лишнего внимания глубине души его все время грызла лишь раздражительность и гнев возможно вы слышали как фуны на сан кричал возможно спорят с кем-то нет его одинокий крик продолжал разноситься блуждая по коридору взад-перед туда-сюда даже когда его крики уже стихли и пластинка лишь продолжала даже доносить свои искаженные мотивы не выдержав больше я решил позвать вас что именно кричал фуны на сан это были крики но отнюдь не сопоставимые со словами он звучал как умалишенный словно убегая от кого-то словно за ним кто-то гнался возможно вы успели приметь еще кого-то помимо фигуры фуны на сана да быть такого не может выглянув из-за двери я видел лишь как он ходит кругами по этому холлу это выглядело как так ненормально он явно был не в себе эти под ноги я приметил что пол в холле также был испачкан следами по кругу моей голове возник образ фуны на сана что сошел с ума он действительно нажрался снотворного или это был какой-то психостимулятор как мы выяснили это была лобона но лобоны нет подбочных эффектов в виде галлюцинации в любом случае он принял смертельную дозу и попросту помер самоубийство это я понимаю но вот чего я точно не понимаю так это почему же он решил оборвать свою жизнь в вашей комнате его подозрение тут же были направлены прямо на меня шенбаши сана подозревать что именно я повинен смерти фуны на сана это явно непростое самоубийство конечно тело фуны на сана не выглядит естественным как все могли бы подумать по словам шенбаши сана фуны на сана будто кто-то преследовал отчего он решил запереться в моей комнате словно спасаясь от чего-то выйдя в комнату в таком хаосе очевидно что фуны на сан отчаянно пытался что-то отыскать здесь о боже тут звук дождя до атмосфера как все закручивается до вот спустя некоторое время а у миссан стаки чтобы сам наконец возвращаются к нам с печальным видом лишь качая своими головами телефонная комната в ягаке была также уничтожена как и здесь рядом с ней лежал тот самый топор для рубки дров ведь шикарный бэкграунды я не перестану это говорить два часа дня начавшийся дождь мгновение ока окрашивает весь пейзаж серые тона мы все решили собраться в холле полумесяца и на декун все еще пребывал храме и александр тут же направился к нему дабы объяснить ситуацию текущую ситуацию о том что фуны на сан покинул нас если другие способы связаться с острова хочу делать давайте осмотримся и поичем возможно еще остались запасные средства связи учитывая уровень жизни на этом необитаемом острове едва ли мы сможем найти нечто подобное кто-то возможно знает когда именно за нами должны будут вернуться завтра с утра ровно 8 я узнал об этом ранее от комиссы сана неужели нам придется провести еще одну ночь здесь значит у нас нет другого выбора кроме как дождаться завтрашнего утра до пустившаяся на всех тип нас тишина тут же изливает и на нас поток проливного дождя щадимая сан продолжая стоять прямо безмолвно вознося молитву и кишиба сан крепко обхватил себя руками словно от этого зависела его жизнь шинбаши сан наконец остыл и опустив голову продолжал лишь подрагивать ауми сан прислонившись к одной из стен лишь поглядывал во двор щадоми сан стараясь не ляпнуть чего-нибудь лишнего дабы никого не разгневать лишь задумчиво глядел потолок прошу прощения то есть он скромно приподнимает свою правую руку его мягкая ладонь напоминал буддийский жест приветствие тот факт что все сразу устремили свою голову к нему говорил лишь о том что все сейчас нуждались хоть в какой-то до опоре возможно нам следовало бы перенести тело достопочтенного достопочтенно усопшей души в храм желая воздать молитву там дабы проводить сию душу последний путь также ее называют поминальной молитвой или же молитвы об усопших это обязанность монаха читать с утра от имени покойного но для этого нужно для начала принести тело в главных зал храма на что я был категорически не согласен вместо преступления следует оставить нетронутым вместо преступления то есть он был шоке как я и думал все еще не понимал что здесь случилось есть высокая вероятность что это было убийство убийство вы сказали разве это не было самоубийством возможно оба варианта нет этого попросту не может быть будучи врачом я могу заверить всех вас что произошло самоубийство от передозировки снотворного трудно представить что кто-то стал бы выпивать столько снотворного против своей воли верно верно убийство так как такое вообще можно представить даже данной ситуации шиба-сан новь и вновь кивает головой затем щи джима и сан тщательно и глубокомысленно изрекает как ранее предложил достопочтенный монах давайте объединим усилия и упакуем тело это предназначенном для этого месте и все же высушите меня щи джима и сан нельзя просто взять и оставить прозевать его прямо здесь итак я вас слушаю если возражение еще у кого я не против перенести тело лога что возражением больше нет все дружно направились к телу фуны на сана это было крайне тяжелым временем ощущая всеобщее давление наших шагах я становился на полпути слегка опустив взгляд обдумывая все случившееся ранее в голове пластинка виниловая проигрыватель снотворная комната дай бы шизумы однако все эти улики никак не вяжутся друг с другом наключив так я поспешно догоняю толпу людей у тела фуны на сана еще не началось трупное подчинение и вот мы втроем я таки шаба сан и ища доме сан перенесли массивное тело фуны на сану над тами у нас не было возможно воспользоваться снятый с рам дверей дабы перенести тело как подобает поэтому пришлось переносить его вот так на татами их не часть придерживал я нижнюю же таки шаба сан он сам ожидал нас снаружи держа в руках зонтик он тут же склоняется дабы уберечь умиротворенное лицо фуны на сана от холодных капель дождя продолжаю поддерживать зонтик над ним он блиновыми сам прекратите вы не не дайте мне не дайте обмануть себя как говорится да но у миссан пока до такой более такой прям выделяешься в этом плане что типа вроде как не особо это все волнует он прям спокоен как у дав во всем этом при этом он проявляет заботу о мертвых кстати да хочу подметить что даже финансан вот мертв да он все но как бы это дабы его лесу не промокла как-то поддерживать зонтик над ним у это очень уважаемо так сказать да мое почтение так сказать да дождевая вода стекает с гор под ножью храма из храма по каменным ступеням по ступеням вниз по склону со склонным прямиком к морю продолжаете против течения дождевого потока иногда чуть не поскальзиваясь молча продолжаю идти это было чертовски ужасных похоронной процессе ухода в храм стояли хиноды кун царяки саном с тревогой наблюдая за нами поняв что тайосу сан собирается воздать сутру перед покойным а реки сан тут же берет хиноды куна за руку направляясь гостевую комнату затем мы двинулись уже через через сад вот наконец добравшись до главного зала несмотря на все наши усилия направлены на обеспечение покоя благополучия фунэна сана надлежащая молитва все еще не была приведена в действие затем тайосу сан тут же начинает зачитывать сутры перед телом покойного мы же просто продолжая стоять позади словно сборище безмолвных призраков разбредясь по разным местам принимая разные позы сложив ладони вместе я закрываю глаза но вопреки моим желаниям веки все равно приоткрываются человек с которым я общался всего несколько часов назад теперь же был так безмолвен и холоден как лед я все еще не могу смириться с его кончиной не в силах уловить суть в чем смысл этой сутры когда вся дождевая вода изжила из себя с наших травмных одежд с утра была окончена тайсан покинув тело покойного стране все дальше подходя ближе к нам толпе наблюдатели не способны хоть на что-то повлиять что достопочтенный господа собираются делать вспоминальным костром поскольку он был монахом что крайне ценил всяческого рода ритуалы он немедля выразил свою беспокоенность на это шинбаш сам лишь отрицательно покачал головой сажение придется его отменить в гробу я видал этот ритуал когда тут только что погиб человек и мы понятия не имеем как должен проводиться этот ритуал любом случае даже если попытаемся мы не сможем сделать как оно того требует как бы прискорбно это не звучало но что поделать тот момент ария ксан возвращается к нам вместе с хиноды куном и со всех здесь собравшись все вместе впервые за долгое время были нескончаемо черные угрюмы тогда корень на этом стоит объявить что поминальная служба он в этом году объявляется окончены окинув всех взглядом то я сам выдвигает обобщенный итог однако интересно стоит ли заканчивать на этом ну в общем на самом деле я я знаю об этом особом ритуале этого острова и как он вообще должен проходить это одна из всех страшных пугалок истории что когда-то поведал мне мой учитель Цукишиме она такая жуткая крепота не нужно стесняться так поведай нам всем об этом будь любезен он рассказывал что если во второй годовщину покойного не провести ритуал отправления души на тот свет с помощью сжигания на костре то душа усопшего будет вечно скитаться по этому миру в итоге превратившись в злого духа что за жалкие глупые суеверия это вообще не глупые суеверия потому что традиция погребения варьируется в зависимости от места и проживающего там народа это также является важной формой веры давайте же сделаем это арики сан как специалист по похоронным делам подсобит нам в этом верно же реки такой вот и завидев как внимание переключилась на его фигура он резко отводит от нас свой взгляд полагаю что крематоре принимает людей разных поведаний поэтому реки санскури скорее всего лучше всех проникнется и поймет мое рвение я не знаю то есть если судить по вашим словам щадоми сан третья годовщина оеан сан еще даже не наступила да именно и теперь я прекрасно понимаю почему третья годовщина должна проходить именно на острове я все голову ломал зачем проделывать такой длинный путь сюда ради такого все дело в том что организатор желая самого начала запланировать этот ритуал с погребальным костром хозяин в итоге не смог присутствовать сегодня с нами здесь но я осознал его рвение желания дабы мы постарались и довершили этот ритуал ради надлежащего упокоения анчан поэтому я считаю мы должны сами сделать это по более случай я знаю о ритуале о котором должен был знать лишь фунэно сан совпадение нет не думаю что музыка нет позвольте нам сделать это но соглашайте жену щадоми сан является можно сказать чужаком для семьи ой сан сложились определенные мнения мы не можем навязывать друг другу свои осуждения однако когда он заявил что делает ради оя ансан выражение лиц всех присутствующих здесь тут же переменились все молча продолжая лишь смотреть друг на друга в глаза пытаясь прочитать мысли друг друга как проходит данный ритуал берется пучок соломы формируя из него человеческую фигуру ну размером да с человеческой фигуры затем поджигая ее всем что найдется у вас под рукой зажигалка и спичками да чем угодно и это весь ритуал да это и есть ритуал сжигания на костре для отправки усопших душ в последний путь здесь лица всех что облегченно выдыхают словно прокручивая у себя в голове только и всего то так шиба сан счет зимая сана менялись кривыми улыбками затем перекинулись парой слов так а где именно должен проводиться сей ритуал и где инструмент который инструмент который нам понадобится для этого боже как круто вы ребята просто невероятно крутые просто невероятно что мы будучи такими разными по возрасту года рождения и знаку зодиака можем объединиться вот так ради все общего блага анчан что не так с этим ребенком щатым сам выскочив сад под проливным дождем распахивает ворота перед амбаром инструменты что используют для отправки душ впоследствии сжигания полагаем они должны быть прямо тут на белой стене амбар из старого дерева наложено на старый деревянный каркас был закреплен замок это замок если присмотреться довольно новый правда год может быть два может три но блестит же как новенький год или два не сказать что совсем новый хороший срок но все же если на него взглянуть от него ощущалась некая свежесть или же новизна на юзна замка говорит о том что этот амбар еще совсем недавно использовался может кто-нибудь из вас сходите и прощупать фартука фунэнсана поклонившись покойному телу фунэнсана что уже должен был отправиться в последний путь я осторожно касаюсь его талии и правда ощущалось нечто твердое у фартуки я доказал связка ключей достав их наружу я доказала связка из трех ключей среди этой троицы выделялся один более крупный чем остальные и такой же блестящий как и тот замок в амбаре выйдя в сад я передал щадо миссану лишь этот крупный ключ остальные два ключа я решил пока оставить при себе а тем амбар был открыт щадо миссан без всякого страха шагнул во тьму вскоре он появляется с соломой в охапку а вот и соломы нашлась прошу вас всех подсобить и помочь сделать из соломы человеческую фигуру щадо миссан вместе с таки шибай саном тут же облегченно приулыбнулись сознавая что они смогут сопроводить оян сан последний путь этим способом амин сан решил подсобить этим двоим по поручению щадо миссана тэс сан же пошатываясь усаживается на клецо рядом с хиноды куном щадо миссан напираясь на колонну с прижением лишь наблюдал как все они карпят пытаясь помочь исчезая за пределами амбара александре лицезрел на щадо миссана переполненными недостью глазами ариаке-сан александ быстро покидает сад щадо миссан выглядывающий из амбара тут же примечает это александр прошу вас подойти сюда к 6 вечера и поосторожнее там со своей рукой решил последовать за рик саном но его шаг был настолько быстрым что мне пришлось бежать дабы не на нагнать его на мой зов он даже не обернулся подойти к главному входу я осознал что он просто выбежал наружу мое обувь стояла под карнизом главного зала поспешив назад обувшись я побежал его искать тоже приметив александр что спускался по каменным ступеням главной дороги к храму он казалось был так далеко из-за моросящего дождя и легкого тумана поднявшийся из-за этого облачившего все вокруг побежал за ним силой схватив его за руку на его лице что обернулась на меня была заметна дрожь и он был готов вот-вот разыдаться да и баса сша доме сан так пугает меня данный момент он с остальными гостями пытается сделать из соломы человеческую фигуру несмотря на то что несколькими часами ранее скончался фон и на сан сейчас самое время дабы скорбеть по этой утрате однако иначе нельзя я так же прекрасно понимаю порывущий о доме санна дабон и остальные смогли хоть как-то отлечься от недавней утраты я не стал бы отрицать ни одну из этих идей нежно положив руку на его плечо таким образом давая ему понять что я рядом и готов подержать его в любой момент ооо милота и вот мы были в главном холле полумесяца ожидая окончания дождя сидя посреди главного входа наблюдая как капли дождевой воды медленно скатываются по склону снаружи все погружалось в белую дымку все белее и белее сильный проливной дождь с приливами и отливами александр сидел рядом прислонившись к стене держивая свою правую руку у груди видимо из-за низкого давления его переломанные суставы начали ныть и он казалось был задумавшись о чем-то фон и на сан не заслужил такой ужасной участи как смерть хоть щит джио майя сан и заверил всех нас что он покончил с собой я же продолжаю считать что его убили я знал одного человека что действительно покончил с собой этот человек вовсе не пренебрегал заботой о себе и своим обязанностям он представился еще до сего момента пока был жив он также сделал поминальное фото заранее поработал не поголодая сил дабы оплатить свои собственные похороны заранее и как только все было готово он просто исчез из этого мира ее темные глаза до самого конца оставались на удивление ясными но фон и на сан был всегда так напуган напуган так как все это время ему угрожало что-то люди которые действительно желают умереть перестают чего-либо страшиться становясь абсолютно бесстрастными наблюдая и видя как фон и на сан работает трудиться не погладая руку мне казалось это слово из словно искупление говорят что страх зарождается из желания защитить себя простите что нагрузил вас так просто сил уже нет от того что сейчас происходит здесь я так устал не стоит возможно ваши домыслы и верны услышав мои слова он тут же резко заморгал откинул свои непослушные локоны за ухо и повернулся дабы переспросить Фуненосан безусловно принял санотворное но он вовсе не собирался кончать с собой бутыль для лекарства была необычной скорее всего таблетки были переложены в более просторную емкость это говорит о том что фуненосан регулярно употреблял лабону лабона быстро вызывает привыкание если употреблять ее в больших количествах то она уже не поможет тебе уснуть в таком случае приняв ее ощутишь лишь успокоение от тревоги другими словами помогает на время отлечься от гнетущих мыслей и тревог если он принял санотворное дабы утихомирить свою тревогу то это прямо противоположным мыслям покончить с собой я тоже не верю что он покончил с собой ну камон алё этот трюк запертой комнаты ну мы же понимаем ну мы же понимаем верно а вы оказывается так хорошо разбираетесь в медицине дело в том что я также сам принимал лабону тот факт что таблетки были не стандартной бутыли не позволяет нам узнать наверняка выпил ли фунэнэ сан смертельную дозу или же нет также смею добавить есть еще одна причина по которой я не могу поверить что фунэнэ сан покончил с собой фунэнэ сан наотрез отказался от еды и питья с нами ранее раз за человек что собирался покончить с собой и стал бы так опасаться отравиться едой например поскольку он сам все это приготовил и по его мнению еда это не должна была предоставлять угрозы однако же поднос с едой какое-то время до находился в соседней комнате вне его поля зрения он старался держаться от нас подальше особенно от меня неужели он испугавшись подумал что в его еду было подмешано что то от чего мы все разом решили пригласить его отведать обеда с нами это всего лишь мои предположения но исходя из моей профессии всякое неизвестное нужно исследовать и раскрывать на обозрение тогда что же стало причиной смерти фунэнэ сана если это было намерено убийство то могу предположить что в лабоне что обычно принимал фунэнэ сан был подмешан какой-то яд смерть без внешних повреждений можно смело предположить смерть от отравления фунэнэ сан в панике покинул нас дабы успокоиться он принял свое снотворное но как оказалось на самом деле вместо этого он принял какой-то яд по словам шимбаш сана приняв это он начал безумно вопить и метаться по кругу должно быть он испытал панический страх что привело его к тому что он принял гораздо больше обычной дозы но чего же именно так страшился фунэнэ сан что же ему так вот угрожало все время возможно кто-то угрожал ему кто-то внушил ему что-то если он вдруг проболтается это получается что значит что где-то на острове прямо сейчас скрывается убийца которого мы не знаем верно о котором мы не слышали и не видели да убийца что таком проник конту фунэнэ сана незаметно подложил какого-то яда в его лекарство затем так же незаметно скрылся я так же рассуждал об этом но в таком случае убийца выбрал бы и более радикальный способ дабы убить фунэнэ сана ведь убийца мог бы просто неожиданно подобраться сзади и зарезать фунэнэ сана затем уже сбежать и скрыться где-то в горах возможно из-за того что фунэнэ сан такой большой и сильный убийца решил использовать довольно трусливое средство в виде яда дабы цель была его достигнута представьте если вы охотитесь на большого медведя вы предпочли использовать простое ружье для этого верно же причина смерти бывает лишь двух типов внешние и внутренние при убийстве ножом убийца обязательно оставит после себя следы крови при удушении же останутся рвотные массы если где-то сейчас скрывается убийца этот неужели он побрезгал использовать один из таких способов и почему он попросту не использовал огнестрел для достижения своей цели убийца будучи крайне осторожным дабы не попасть нам на глаза ему ничего другого не оставалось кроме как использовать яд я же продолжаю изливать из себя крайне ужасные неприятные вещи если не расценивать это как самоубийство то единственный способ вычислить преступника что сейчас где-то поблизости с нами это продолжать расследование тогда все это означает что убийца является шинбаш сан да так получается в момент убийства мы все находились в храме или же они вдвоем находились здесь не стоит делать таких поспешных выводов тогда кто же еще мог это сотворить давайте вернемся к комнату фонда сана дабы поискать улики когда я двинулся с места арик сан не последовал за мной глянувшись я обнаружил арик сана все так же застывшим на месте хмурь с дрожью в губах глаза что готовы вот-вот разыдаться ноги что в любую секунду могли убежать прочь его можно было понять один из тех кто проживал в этой гостинице скончался всего несколько часов назад боль утраты все еще была так свежа я прекрасно понимал его состояние предоставьте все мне не тревожьте опрочем подозревая людей будь готов сам оказаться под подозрением повинувшись спиной к арик сана без всяческих угрызений совести есть причина по которой я попросту не могу игнорировать смерть фонда сана это вовсе не сочувствие к его персоне и не с чувства долга мне вдруг вспоминаются слова шин баш сана почему фонда сан скончался именно в моей комнате ну блин тут тут все довольно очевидно вспомним как он говорил что желает поговорить с нами с глазу на глаз он ведь до этого не ожидал что так растревожится во время обеда верно же поэтому забежал к себе в комнату взял свои лекарства принял дабы успокоиться да и подготовиться к нашему серьезному разговору да и стал выжидать нашего прихода видимо желал поговорить с нами в нашей комнате не понимаю почему асаки пока ни разу не вспомнил кстати об этом но что фонда сан ночью сказал что желает поговорить с ним о чем-то я хочу это выяснить очень странно него чтобы ты не стал нужно выяснить почему фонда сан упал замерто именно в комнате дай башизумы затем не послушалась как кто-то бежал сзади пытаясь нагнать меня дай басан позвольте мне помочь вам я не пошел сразу с вами вовсе не за страха как вы могли подумать у меня просто на мгновение они мили ноги прошу прощения за это я так и подумал хе-хе рик сан последовал за мной держась рядом он должно быть смог убедить себя что убийца никогда не осознается в своем преступлении он тифон сан на время словно застыла на месте фигасе грохот значит его даже не приметил но сейчас вибрация генератора ощущалось прямо рядом со мной ну а это генератор так гремит нифига себе как будто там где-то под нами поезд или метро в этой маленькой комнатушке ощутил некое странное чувство дежавю первым делом решил проверить проигрыватель с пластинкой за небольших габаритов ванил винилового проигрывателя невозможно чтобы он издал настолько громкий звук что тот аж доносился бы до самого входа в полмесяца грешусь и обнажил кабель тянущийся с коровки не могли бы вы выйти и закрыть за собой дверь да хорошо и вот я остался совсем один в комнате как оказалось прямо за дверью был установлен динамик и лишь закрыв дверь я смог обнаружить его присутствие но и вспомнив слова Шинбаш Сана перед тем как покинуть свою комнату он захотел поставить пластинку проигрывателя спрятать его в шкаф затем он ушел в чужую комнату где был отравлен какой смысл в этой пластинке зачем было прятать проигрыватель в шкаф если желание его было покончить с собой зачем было прикреплять динамик в таком незаметном месте словно тот кто провернул все эти вещи желал дабы они были скрыты до поры до времени однако пока до сих пор остается загадкой было ли это сделано фануэнсаном или же кем-то другим нужно поискать что-то еще александр осторожно выглядывает приоткрывая дверь вам удалось что-нибудь отыскать? я нигде не нахожу других пластинок фануэнсана имелся при себе проигрыватель пластинок но я нигде не нахожу обычных пластинок с песнями или музыкой там есть лишь одна пластинка что была установлена проигрыватель я шел вновь просто произвести эту пластинку о боже без динамика тут же полились крайне громкие искаженные звуки в виде каких-то сутр александр тут же ощутив дискомфорт словно уши резко заложила работая в крематории возможно он знаком с такими буддийскими текстами и мне хотелось услышать его мнение на эти звуки что за сутра исходит из этой пластинки возможно она знакома вам? это сутра сердца я обычно зачитываю дзен буддизм и в частности в учениях сота в силу моей профессии мне довелось изучить сутры всех религиозных течений дань уважения поэтому я могу заявить вас что это так тогда не могли бы вы посетить меня что это такое я ставлю иглу на пятнадцатой минуте записи александр закрывает глаза дабы сильнее напрячь слух даже стараясь прижать уши тот момент когда запись резко сменила тоном мгновенно раскрывает глаза это также сутра сердца но написано уже другим человеком и стиль также отличается похоже эта запись представляет собой сборник различных вариантов сутры сердца ой да пардон я же не разбираешься в этой персона не мог быть уверен в этом наверняка александр напротив работа в похоронном бюро хорошо осведомлен на таких вещах возможно тот кто воспроизвел эту сутру просто решил поразвлечь других присутствующих быть того не может эта сутра предназначена и служит вовсе не для развлечений затем на его лице зародилось словно озарение и все же значит шинбаши сан принес этот проигрыватель сюда ведь лишь он с выненосаном были наедине в этой гостинице кто кроме них двоих мог воспроизвести эту пластинку разумеется я не собираюсь никого исключать из списка подозреваемых списка подозреваемых о в данный момент всего подозреваемых четверо шинбаши сан что все это время продолжал оставаться в полмеся шиадоми сан что припозднился по возвращению в храм также тайосу сан что вернулся в храм последним включая в этот список вас всего четверо подозреваемых у вас произвести эту пластинку мог каждый а вот кто привез ее и поставил проигрыватель это уже друг вопрос другой да дедукция детектива вынуждает тебя каждый раз отодвигать все сострадательность человечность на второй план я бы даже сказал что это не естественная объективность я высказал подозрение в его сторону намеренно ведь я прекрасно знаю как это всегда бывает я желаю дабы он возненавидел меня то чем раньше тем лучше от моего изъявления александ потерял удар речи однако его глаза продолжали искренне смотреть на меня скажите дайба сан я правда кажусь вам человеком что способен на такие ужасные вещи и вовсе нет тогда почему вы меня также подозреваете пытаясь выдавать желаемое за действительное надеюсь вы не окажетесь человеком повинным в этом дело не только в этих совпадениях что у нас с обоих была родня с этого острова за эти два дня наблюдая за реки саном я многое осознал о его персоне и что он за человек вы доверяете мне не так ли доверяю но если вдруг свод улики против вас я тут же изменю свои отношения и мне придется начать задавать вам вопросы которые вам явно не по не будут по душе хорошо я в любой момент буду рад ответить на них голос его был подавлен и изнеможен он улыбнулся и смехнулся впервые за несколько часов я ни за что не предам ваше доверие клянусь не в силах ответить на его улыбку и слова я лишь отвожу взгляд прошу вас держать все эти сведения в неведении остальных убийца должен по-прежнему думать что мы все считаем что это было самоубийство пусть так и остается по-прежнему и впредь не стоит лишний раз пытаться вычислить виновника тем самым насторожив его и лишь сильнее я обязательно это учту вдруг по коридору начали сдаваться шаги шаги звук ботинок шинбаши сан когда мы оба вышли из комнаты и встретились с ним в холле он резко остановился задача выполнена мы закончим с этой соломиной куклой все вернулись по своим комнатам чем же вы господа занимались все это время простите мне вдруг стало нехорошо и дайба сам нарешил проводить меня и заодно присмотреть за мной сказал он указывая пальцем на уборную неподалеку вот оно как похоже лишь вас из всех угораздило так испражняться или испражниться сказав это шинбаш сан двился к заднему коридору с правой стороны вроде как находилась его комната я решил что стоит переместиться в ягаке не стоит оставаться в этой гостинице после всего что тут случилось мне крайне жаль вас дайба сан не могу повезти что в вашей комнате обнажется такое предлагаю вы переполнены отвращением возвращаться к себе в комнату я был крайне благодарен за заботу и уход со стороны фунен сана и выражаю ему свои глубочайшие соболезнования вы просто сама невозмутимость ладно мне пора а вам обоим я также советовал бы перебраться в ягаке я уже поведу остальным что вы также явитесь туда там мы обсудим наши дальнейшие действия хорошо мы сейчас же соберем свои вещи и вскоре также прибудем туда ах да чуть не забыл если вы вдруг решили там сговориться вместе то не стоит списывать меня со счетов закончил упаковать свой чемодан шинбаш сан вышел из комнаты я же вновь решил оглядеть свою комнату в момент обнаружения тела помещение было полностью заперто изнутри что звалось что как говорится называлась классическая классическая запертой комнаты да классический трюк да там и абсолютно никаких следов кого-либо кроме фунен сана не обнаружилось в комнате весь бардак в комнате был учинен скорее всего самим фунен саном тут я замечаю следы что мой блокнот был открыт а в нем были прорисованы портреты всех присутствующих гостей в том числе и портрет фунен сана однако блокнот был брошен в дальний угол комнаты что означает не это он искал а тело было обнаружено головой в пустой чемодан судя по хаосу в комнате очевидно что фунен сан искал здесь что-то другое однако в руках покойного ничего не было обнаружено это означает лишь одно что сколько бы он не искал он так и не смог отыскать того что хотел чего же он так страшился и что он так отчаянно пытался отыскать к сожалению мертвецы не рассказывают сказки я быстро собрал свои вещи и привел комнату в порядок затем я поднялся к ряки сану помогая ему собрать его вещи вместе мы направились в ягаке похоже он решил оставить свой колокольчик здесь не желая слышать его одинокий пронзительный звон поэтому он решил оставить ее и висеть его здесь в ходе в ягаке нас поджидали три фигуры таки шиба сан чаду мисан я у мисан одеты готовые уже к выходу ну полагаю все готовый когда теперь все сборе мы старались работать не поголодая рук все тема и сан похоже изрядно так утомился поэтому решил взять перерыв отдыхая в большой комнате на втором этаже а вы господа куда собрались мы собираемся на поиски может удастся найти еще средства связи дабы связаться с материком и все трое разбрылись на поиске все они продолжают считать что фунэн сан покучил собой как ранее нас заверил врач щедемая сан несмотря на возраст они ни на секунду не усомнились в его решении ссылаясь скорее всего на его многолетний опыт надеюсь все это не приведет у всех нас к плачевным последствиям ягаке имея квадратное строение что местами производит наивее впечатление публичного дома бардель да ну да есть такое на самом деле я вспоминаю какую-нибудь карту грунт там да что-то похожая планировка была ни в одной из комнат не было дверей в качестве перегородок меж коридором и комнатами используя все те же что и на первом этаже раздвижные сёдзи поднявшись на второй этаж мы подошли к одной из сёдзи за которой слышались голоса и в комнате оказались Таюсу сан, Хино Дэкун и Шинбаш сан Таюсу сан был усевшись в углы комнаты перебирая свои чётки проговаривая молитвы бурча себе под нос что-то Хино Дэкун сидел рядом обхватив колени руками Шинбаш сан уже сидел у окна лицезрельно проливной дождь снаружи остров Катидё окутала густая дымка ни идущих, ни возвращающихся от судна нигде не виднялась есть и другие комнаты прекрасные номера с отличным видом на главную улицу правда, есть одна загвоздочка в виде зловония там зловония а, оттуда прямо отдаёт запахом рвоты я так понимаю это комната Шиодоми сана? всё верно именно так оно и есть убирать это безобразие себе дороже поэтому я пожалуй останусь сегодня в комнате вместе с Шиодоми саном значит вышли заночевать сегодня именно в этой комнате? да, хоть никакого личного пространства, что конечно же мне не по нраву но по крайней мере теперь я совсем не желаю прозевать в полном одиночестве здесь сказав это он вновь перевёл взгляд на море что заполонила со всех сторон белая дымка что словно начало постепенно стирать остров с лица земли его едва слышимые слова не смогли так просто раствориться в шуме дождя в безмолвной тишине наверняка их услышали все присутствующие в комнате мы с Арик Саном поставили свои вещи у стены Арик Сан укладывается подложив свой чемодан под голову прижимая к себе свою правую руку съержившись глубоко вздыхая я же прислонившись к одной из стен сел Шинбаш Сан, Тайос Сан, Арик Сан в этой комнате сейчас собрались люди которых я подозреваю в том что они поставили пластинку в комнате Фунена Сана сейчас мы продолжаем дышать одним и тем же воздухом с убийцей неподалёку усевшись рядом снаружи делая вид что всё нормально но внутри же продолжая размышлять об этом ритуал сожигания представляет собой простое сожигание соломенной фигуры в виде человека если бы для этого ритуала требовались какие-то особые специальные сутры, правила или прочие процедуры мы бы вряд ли пошли на это сейчас я оптимистично настроен полагая что это не сложнее чем поджечь сигарету разница лишь в размерах можно ли предположить что этот ритуал сожжения и кончина Фунена Сан никак не связаны между собой почему убийца не сделал это вчера а выбрал именно сегодняшний день почему именно сегодня произошло убийство прямо перед ритуалом сожжения я никак не могу отделаться от зудящего ощущения что оба этих случаях как-то связаны между собой походу в голове начали проецироваться очистание убийцы что совершил всё это под шум проливного дождя явился лишь этот размытый силуэт убийцы но этого явно недостаточно словно живопись в варельных тонах где цвет с каждым разом становится лишь бледнее когда ты пытаешься приблизиться ближе словно его всё время разбавляет водой от чего он становится таким недосягаемым мне хочется укрыться оттуда где меня будет окружать полнейшая тишина добычательно и обдумать всё это но к сожалению посреди открытого океана куда бы ты ни попытался укрыться спрятаться тебя везде будет преследовать шум морских волн или как в данном случае шум дождя за окном душе зародилась чуйка что есть мы не проведем ритуал этому никогда не наступит конец в итоге так шиба сан с остальными возвращаются к нам в пять вечера если их были окутаны мраком и грустью в качестве доклада лишь все покачали головой терпение и завтра у нас уже заберут отсюда поэтому просто перетерпеть еще одну ночь на этом острове нам нужно добавить следом они лишь этими словами мы продолжали хоть как-то до утешать себя дождь постепенно лишь усиливался и капли его стали напоминать скорее маленькие камушки с побережья и вот наступило шесть вечера восемнадцать ноль ноль все господы собираются в главном саду продолжая стоять под гнетущим проливным дождем никто не смеет раскрыть зонт или убежать до скрыться от дождя дабы скрыться от дождя фиадоми сана руководящие ранее всеми нами не торопливо лениво облокотившись на стену амбара пролистал книжку своего учителя с кишимой джо гора сана ну в общем похоже мы должны взять и жечь эту соломенную фигуру внутри амбара согласно правилам проведения ритуала нужно зажечь чем угодно факелы каждого зачем поджечь фигуру со всех сторон затем уже наблюдая пока тело это сгорает дотла мерзость да и только выплевывает шинбаш сан в один на складчат доме сан заявил дабы мы шин дабы шинбаш сан взял себе факел решено прошу вас подойти ко мне шинбаш сан и взять свой факел дабы поджечь его уже из тьмы амбара вырисовываться факел к обращенному ранее шинбаш сана что уже успел остудить свой парк гордо расправив плечи он двинулся к амбару а затем одним движением его факел воспламеняется ярким огоньком от одной лишь спички следующий пожалуйста следующим оказался щедемая сан под бурное пламя зажигалки факел его также обретает яркий свет далее пришла очередь таки шиба сана шарик по своим карманам он нигде не он нигде не в силах был найти то чем можно было бы поджечь факел затем потирая свои руки огонь резко вырывается оттуда поджигая его факел а чертов фокусник а фокус краса пришла моя очередь я также поджигаю факел с помощью своих спичек затем еще трое аналогичным образом зажигают свои факела александр что забыл прихватить с собой что-нибудь тая сану которого просто не могло бы оказаться нечто подобное хино декун что попросту не имеет при себе таких вещей затем пришла очередь аоми сана из кармана он вытаскивает серебряную зажигалку с ползущим по ней узором в виде змеи ммм моднявый ему не пришлось даже подносить зажигалку в упор так как вырвавшее пламя оказалось таким ярким и бурным что тут же окутало факел своим огнем в итоге все стояли с подожженными факелами в своих руках чадоми сам осторожно неся свой направился ко входу в амбар вот все мы оказались внутри амбара чучело что просто было сделано из соломы и повязано веревкой как только мы наклонили свои факелы пламя тут же расстелаясь с самых низов окутывая превращаясь в бушующий огромный поток огня выйдя с амбара шокор скрытыми глазами обернулся к пламени безмолвные церемонии никто не смел произнести ни слова взгляды всех были устремлены лишь на бушующий поток пламени перед ними пламя жадало солны дышать своими легкими выпирая исходы и окна сверху ощущая как в нем зарождается нечто немыслимое что никак не следовало бы ожидать от неодушевленного объекта очки пламени взмывая в воздухе пробегая по нашим телам словно сказе о горящем танце неважно кому обращаясь просто теряясь бурном потоке множество человеческих фигур объятых языками пламени вырисовывая обнажая кровавого алые силуэты их душ почему-то мне казалось что мне были так прекрасно знакомы те алые силуэты толстая крестообразная форма в виде туловища лежащие на спине на стоге соломы это это ведь тело девушки это это ведь душа девушки в книге профессора об обычаях островов было написано что огонь в синтаизме символизирует очищение ритуал что упокаивает яд гниение и нечистоту возвращая их обратно к земле остров что по соседству с хотели делать зимой по прекрасной традиции проводов огнем на соседнем острове хотите я поведу вам всем в своем следующем издании джагура цукешима это форма неужели там в огне сейчас это действительно тело ой ансан эта форма словно в один миг все звуки исчезли мое дыхание было поглощено бушующим пламенем перед моими глазами не успел я осознать как казался в полном одиночестве в амбаре тело в огне резко опало согнувшись под напором охвативший его огня кимоно поглощает пламя обнажая кожу руки протянуты с жалкой мольбе погружаясь в грязь своего нечистивого тела мягкое и теплое теплое душевное придя в себя я тут же рушусь на мокрую землю рвотные позывы продолжая не сникать но мой взгляд продолжал неотрывно наблюдать за пламенем в амбаре горький аромат жженных волос вязкий запах горелой ткани вновь коварные призраки прошлого что сейчас стали реальностью оказались прямо здесь там на костре сейчас горит лишь чучело из соломы просто чучело из соломы человеческой формы боже мой зоны и вот когда солома что была уложена под чучело сгорает обнажая обугленное под ней тело обугленное тело фунэна сана ууууууу тела были подменены то есть сейчас соломина фигура лежит в храме дело раскрыто хехе я тоже поднимаюсь по главным ступеням вбегаю в главный храм ища фигуру Фуныны Сана что я должен был уснуть вечным сном здесь примечаю человеческую фигуру что была накрыта тканью однако когда я слегка пошевелил эту ткань Под ней послышался легкий шелест сухой соломы. Твою мать. Тело. Их тела поменяли местами. Не могу поверить. Неужели мы сейчас сожгли... Сожгли тело Фунына Куна? Сожгли. Сказали, тело? Смех Шинбаш Сана тоже разносится по жуткой темной округе. Похоже, он первым поехал с катушек, но желание безумно смеяться также зародилось у всех остальных. А... Погнализ start ... Я плотно захлопываю дверь в амбар. Если что, это не я так мотал, скипал. Это так было задумано. Короче, я бы физически просто не успел бы это вслух. Так что, походу, придется амбар. Боже, амбар. Монтаж сделать. Там заодно во время монтажа и почитаю, что там было. Мне это не хочется, а то игра опять крашнется. Куда-нибудь я зайду. Очень на костылях она работает. То есть стоит что-то не то нажать, она просто бам, закрывается. Если я сейчас во время записи, она закроется, это жопа. Не сохранится ни хрена. Так что, я вам сделал монтажик. И все. Какая-то дичь там происходила. Ну, вроде как, я понял. Опять же, по слуху, быстро они, короче, это... Сраться начали. Типа, что это... Мы, типа, это... Действительно, ну, все причастные. Сожгли человека, сами подожгли его. Типа, монах говорил, что это... Типа, я вообще не участвовал в этом ни при чем. И такой-то... Ща думай ему это... Ааа, хрен тебе, пи своего поздно пить, это, боржоми, это... Никуда ты больше не рыб, это, не отмажешься, ты с нами. Короче, сообщники мы все теперь... Увязли в этом, да... Деле. И все разом... Резко... Молкают. Без получения кислорода или же воздуха, огонь постепенно... Начинает гаснуть. А теперь, прошу всех вас успокоиться. Сейчас. На этом устройе продолжают происходить все более невероятные вещи. Тело Фуна Насана, что находилось в храме, было тайком заменено на соломиную куклу незадолго до ритуала сожжения. Или будет точнее сказать, что кто-то подменил эти тела. Никто из нас даже не приметил, что тело было полито соляркой, и мы подожгли его без раздумий. Дважды было скринено тело Фуна Насана. На уж! По ту сторону двери доносилась лишь мертвая тишина. Но тело Фуна Насана продолжает сгорать, обугливаясь, испуская смрад совершенного нами греха. При таком обилии воды в храме, что со всех сторон окружен безграничным морем, и в итоге единственный способ погасить это пламя, это лишить его, лишить помещения воздуха. Даже не верится. Только сломанная самовечность, молчание и тишина продолжали истекать из нас. Как такое могло произойти? Фуна Насан был так добр, и душа его была так чиста. Он столько делал для нас. Никому из нас не жалуюсь на те трудности, что ему пришлось пережить. Почему такая ужасная трагедия случилась именно с ним? Словно мы на похоронах резко очутились. В полной тишине осознавай, как продолжает истливать и горит человеческое тело. Паслышался плач, это естественно в такой ситуации. Однако еще Адоми-сан продолжал лишь улыбаться, что было сейчас совсем не к месту. Ариэк-сан, сдерживая порывы своих слез, наблюдая за этой улыбкой, закипая от гнева, почему вы продолжаете улыбаться в такой момент? Даже когда он покинул нас в комнате, ваша улыбка и тогда не спадала с лица. Ну, потому что мне совсем не грустно, как всем вам. Я лишь пару дней знавал Фонена-сана, поэтому я не могу грустить по нему и быть тронутым до слез, как это делать и вы сейчас. Тронутым до слез? Не понимаю, о чем вы вообще сейчас. Ведь он сам покончил с собой. Так чего грустить по нему? Верно же. Фонена-сан был убит. Ориэк-сан. Опять же, это не я сейчас был. Я тут же почула неладно от этой беседы, ведь лишь мы с Ориэк-саном считаем, что смерть Фонена-сана была убийством. Слегка отвернувшись, его взгляд был все-таки так же устремлен в сторону Чаадо-ми-сана. Похоже, все работники похоронных бюро настолько сентиментальные личности. В любой стране существует обычаи, что чем больше людей скорбят по умершему на похоронах, тем лучше мир будет ожидать с усопшего. Поэтому не думаю, что сегодня подходящий для этого случай, я вам скажу. Да кто тут вообще скорбит? Тогда почему вы плачете сейчас по нему? Несмотря на то, что вы знаете другую всего пару мгновений. Это ведь не семья даже. Может быть, это такое выражение сочувствия у вас? Но скажу вам на чистоту, Фонена-сан не заслуживает ваших слез и скорби. Что значит эти слова? Ведь Фонена-сан по праву заслуживал смерти. И теперь ему не придется платить за свои грехи. Поэтому не стоит так тревожиться о нем. О чем вы вообще сейчас в таком толкуете? Не могли бы вы поведать всем нам? Да я ведь уже сказал, Фонена-сан по праву заслуживал смерти. Вот и все. Тронт и безумие им сказано, в общем, Баш-сан начал терять самообладание. И случай, Адоми-сан и сияло, словно он только что соприкоснулся с истиной всего мира. Заслуживался умереть? Что ты такое говоришь вообще? Адоми-сан достает из кармана своих брюк яркий алый конверт. Сложенная, мокрая, от дождя помятая бумага. Все, увидевшие это, тут же в унисон вздрогнули, словно к их вискам резко приставили дуло пистолетов. Адоми-сан с дружью в руках своих достает два листка из конверта. Первый листок просвечивает от проливного дождя. Показывает, что это письмо с описанием и как в целом добраться до острова О'Джима. Все тут приняли называть это приглашением на остров. И вот Ча-доми-сан достает и раскрывает уже второй листок. Еще один лист бумаги, что был извлечен из алого конверта. Казалось, именно там таилась настоящая причина, по которой все так страшились алого конверта. О боже. Обвинение в грехе... Так, соберись тряпка. Обвинение в грехе совершенном. Фунене Курейчиро в 1952 году, 3 августа, убил свою собственную сестру. За этот грех и ужасное преступление он повинен и достоин смертной казни. Ни хрена себе. Ну че, как вам это, добрый, великодушный... Фунене-сан? Ну, подумаешь, сестру убил. Мы, правда, не знаем как. Но... пока так. Ужасающие слова были, зачитанный слух, взбудораженный веселым щадоми-саном. Совершение преступления, что заявил нам юноша. Признание вины сотворенного греха с сестрой. Такое сочетание вещей, что обычно признанным немыслимым для нашей среды обитания. Сейчас же происходило прямо у всех нас в глазах. Я не смог... Я не сразу смог осознать написанное. Не сразу смог осознать и уловить смысл взреченного ранее. Но потом я всем нутром осознал самой своей кожей, что в письме говорится о грехе, а что однажды совершил Фунене-сан. О том, что за этот самый грех его следует осудить и покарать. Осознаю, что Фунене-сан убил одного из своих родственников. То, что вы сейчас зачитали пред всеми, что это? Это обвинительный акт против греха, что совершил Фунене-сан письмо, что пришло вместе с моим пригласительным письмом. Я также изучил его содержимое. Никакого судебного процесса не проводилось по этому делу. В газетах также об этом нигде не писали, что означает, что это совершенный грех был никому неизвестен почти. Убийство своей родни — это крайне тяжкое преступление. Вы так не считаете, господа. Поэтому я и сказал, что он по праву заслуживал смерти. Вот почему я и сказал, что Фунене-сан вовсе не стоит слез и скорби по нему. Теперь вы понимаете, почему? Да. Так, чтобы сан резко попятился назад, щадо-ми-сан, приметив этот жест, продолжает. Завтрак, который за нами приедет, судно. Давайте все просто сделаем вид, что ничего не случилось, и похороним останки Фунене-сана. Если мы все договоримся, храните об этом молчание, об этом ведь никто даже не узнает. Не узнает же. Верно же. Просто закопаем его в останки и все дела. Верно же. Я вас спрашиваю, или кого? Почему? Что? Или все, кто утерял дар речи, лишь Арейк-сан пытался что-то вымолвить из себя. Однако его лицо больше не источало прежнего гнева. Словно он смылся дождем, стал бледным или даже белым. Словно все соки жизни были высосаны из его души в одночасье. Откуда у вас имеется обвинение против Фунене-сана? Ну, все достаточно просто, потому что... Ну, все достаточно просто, потому что его грешный конвертик по случайности оказался у меня. Тогда у кого же сейчас имеется при себе мое проклятое письмо, черт возьми? Вы чувствуете, да, вот этот накал событий вообще, да? Чувствуете вот этот запах завязки, да? Она уже близко, она уже близко, она прям так и стучится, да? Блин, ну... Да, вот вам затишье... Задает вопрос о своем алом конверте. Арейк-сан, что оглядывает теперь всех, блуждая опустевшими глазницами? Словно в бесконечном лабиринте, выглядел уже совсем иначе. Не на того, кого я знал и видел ранее. Возможно, именно у вас сейчас имеется при себе мое грешное письмецо, а? Арияки-сан. Арияки-сан тут же начал отступать. В щадоми-сан уже подошел ближе, приблизив свой лесок его, одарив его своей зубастой улыбкой. Не могли бы вы, пожалуйста, обнажить перед всеми нами ваш милый конвертик? Покажите нам. Ну же. Ну же, ну же. Ну же, быстрее, быстрее, обнажите свой конверт уже. Его просьба, Арияки-сан лишь прикусил в губу, покрывшись потом, стекающим по нему, соприкасаясь с бурными каплями дождя. Похоже, Арияки-сан ранее заблуждался и теперь, благодаря словам щадоми-сану, все осознал. Арияки-сан вынимает алый конверт из своего пиджака, сложенный пополам, слегка помятый внешне. Это должно было быть тем самым приглашением с небольшим объяснением, как добраться до этого острова, дабы присутствовать на этих поминках Ое-Ан-сан. Однако, увидев эту сцену, все поочередно начали осознавать для себя нечто новое. Осознав все это, все тут же потянули к своим карманам, и, наконец, в каждой правой руке присутствующих оказался яркий алый конверт, включая руку самого монаха Тойосу. Даже такой юный Хидоми-кун держал в руках своих такой же алый конверт. Я же почти забыл, как просто дышать. Естественно, я совсем не понимал, что здесь сейчас происходит, и за что я силой был сейчас еще ухватиться. Ну и пусть потряси кого-нибудь, задать вопрос, вынудил мои руки оставаться открытыми, вовсе не сжимая в руках такой же алый конверт, что и другие. А, да, организатор, должно быть, предоставил всем нам этот остров как место для всеобщего суда нашими грехами, дабы мы смогли искупить их, собравшись вот так вместе. Да, простятся нам грехи наши. Давайте же немедля больше искупим все наши грехи, собрав их въедино. Мне казалось, что Шинбаши-сан тут же рассмеется, услышав такие помпензные слова, как искупить да простить грехи друг друга. Ария-ки-сан же возмутится столь высокомерным нелепым словам. Однако все продолжали лишь безмолвно стоять с отрешенным видом, спокойно сжав губы или прикусив. А тем, словно решившись, Ария-ки-сан делает шаг вперед и передает свой алый конверт в руки Шиадо-ми-сана. Заглянув внутрь Шиадо-ми-сан с трудом поднимая голову, словно под тяжестью нависшего над нами дождя медленно кивает. Обвинение в грехе, описанном в этом письме, полностью соответствует действительности. Теперь я прекрасно понимаю, почему вы, Ария-ки-сан, с самого начала так не взлюбили меня. Ария-ки-сан лицезрея на него словно готов был вот тот разрыдаться и взгляд продолжая метаться из стороны в сторону. «Прошу вас, кто-нибудь, тот, у кого мой алый конверт, передайте мне его!» К нему тут же подходит Шиадо-ми-сан. С торжественным видом, словно вручая награду, он протягивает алый конверт к рукам Ария-ки-сана. Ария-ки-сан тут же вытаскивает письмо из конверта, пробегает глазами по тексту, затем медленно обрушивается на мокрую землю, крепко сжимая руки в кулаки. Вот спине несловно душа его покинула его бренное тело. Все лишь продолжали наблюдать за ним сверху вниз. Никто не осмелился предложить ему хоть какую-то поддержку. И вновь я остался одинок где-то позади всех. Вы чувствуете, да, вот это самое, да? Хинодекун, что протянул свой алый конверт в руки Щи-ди-ма-ми-сана. И во глазах стояли слезы, словно он преподносил себя в жертву, умоляя о пощаде. Конверт оказывается в руках Щи-ди-ма-ми-сана. Тот крепко сжимает конверт в руке. Потрясенный этим, Хинодекун едва не падает, но его вовремя успевает подхватить Тойосу-сан, вкладывая свой конверт в руки юноши. Вот письмо этого юноши, что принадлежало его матери. Юное чадо это ни в чем не повинно. В грехе, совершенном его матерью, прошу вас, сжальтесь над мальчиком, не делая поспешных выводов. Находившись рядом с Тойосу-саном, Аоми-сан передает свой конверт в руки монаха. Вскоре Токеши-ба-сан, подойдя ближе, передает свой конверт в руки подвернувшихся на него Аоми-сана. Очевидно, что все присутствующие здесь уже приняли окончательное решение и не колеблюсь вовсе, согласились отдать свои конверты. Я, что ничего не знал, до сих пор вновь остался неведеним где-то позади всех, не зная и не замечая окружающего меня мира. Шин-ба-сан подходит к Токеши-ба-сану, вежливо протягивая ему свой алый конверт, преподнося в обеих руках. Токеши-ба-сан, развернув конверт и глядя на изложенные изнутри, медленно повернувшись к Шин-ба-сану в ответ одарил его мягкой улыбкой. Дождевые тучи продолжали надвигаться на нас. Рыдания Арики-сана под звуки проливного дождя продолжали громко и страдательно разноситься по округе. А тем Шин-ба-сан пристально посмотрел в мою сторону. Дай-ба-сан, не могли бы, как и подобает всем господам здесь, вернуть свое письмо с обвинением? Как ранее мы все поступили, теперь вручить мне ваш обвинитель акт против кого-то из нас. Дай-ба-сан, и у меня нет письма. Оно было утеряно. Сколько вы еще собираетесь продолжать вешать эту лапшу на уши всем? Еще с нашего того разговора я знал, что вы нагло лжете, говорят, что якобы утеряли свое приглашение. Это правда. у меня его нет. Кажется, мы в жопе. Немедленно вручите мне ваш чертов конверт! Ну, ну, прошу вас, успокойтесь. Присутствует крайне молодых юношей, не стоит так повышать свой тон. он. Словно ничего ранее не случилось вполне спокойно и сдержанно заявляет Шедео Майя-сан. Прямо в нескольких шагах от всех нас лежал труп Фуэнэна-сана. Его кто-то убил, хотя где-то сейчас скрывается самоубийца. Шедео Майя-сан ведет себя как обычно. Это касалось не только лишь его, но и Такиши-бы-сана и остальных. Да, верно, будет вам ссориться сейчас. Раз последнего письма у нас нет, значит, ничего не поделаешь получается. Отдав свои письма, все стали вести себя как обычно. Лишь Шенбаш-сан продолжал оглядывать их всех проклинающим взглядом, полным гнева и ненависти. Однако, в конце косов, он не выдержал и устремился на меня. Оу! Схотив меня крепко за грудь вдавливая дверь амбара. Ублюдок! Прошу вас, объяснитесь! Я не понимаю, что сейчас вообще здесь происходит. Почему Орек-сан продолжает неустанно рыдать? Почему Шенбаш-сан так гневается из-за всего этого? И почему смерть Фунаин-сан была признана казнью? Я ничего не понимал, тем более не знал. Каждым пригласительным лежал обвинительный акт против одного из нас. Обвинительный акт кого-то, кого поначалу даже не знаешь. тогда вы решили продержать при себе это письмецо? Думаю, что это вас не касается? Я не думаю. Я так не думаю. Думаю, вышло недоразумение. Если бы мне вдруг предъявили обвинение, я бы подумал, что это, скорее всего, было отправлено по ошибке. Опять же, учитывая, что такие письма с обвинением были разосланы всем присутствующим здесь, это явно чей-то розыгрыш. Да! Конечно, шур! Но... считать тот факт, что их перемешали и не вернули весьма неестественно. Тот факт, что Шинбаши-сан так считает, означает, что вы вообще задумывались о написанном ранее и подвергали эти обвинения хоть каким-то сомнениям. Он резко отстраняется от меня. Не собираюсь ничего оспаривать, я просто задал вполне естественный вопрос. Ярость кипела в Шинбаши-сан и разгневанный до предела его зрачки резко сузились. Зрачок! Прошу прощения, да. Сунув руку в грудь, я слышу, как раздается звук щелчка. Звук заряженного пистолета. Его мог услышать лишь тот, кого собирались сейчас пристрелить. То, что говорит Дайбасон, чистейшая правда! У него правда нет, письма с обвинением. Он также не повинен в грехе своего отца, как и в случае с несчастным Кинодекуном! Словно брошенный мне в поддержку Ореки-саном, слова доказывали, что это не выдумка, а чистая правда. Кажется, гнев начал постепенно утихать в лице Шинбаш-сана. Незадолго до своей кончины мой отец утерял приглашение. Прошу, поверьте мне! Шинбаш-сан медленно вытаскивает руку из своей груди. Рука его была сжата в кулак, что ранее похоже сдерживала или держала пистолет, но в итоге оттуда вышла пустота. Вместо этого его сжатые кулаки задрожали с новой силой. Понимая, что ничего не поделаешь, он все же продолжал прожигать меня своим ненавистным взглядом. Видимо, его змущало мое неподобающее поведение сложившейся ситуации. Сознавая, что даже если это недозумение было улажено, эта пропасть между... Эта образовавшаяся пропасть между нами никогда теперь не исчезнет. полагаю, спор на этом закончен. Ну, тогда считай, что дело закрыто. Давайте договоримся, что мы вместе избавимся от тела Фуны Носана, а потом просто садимся в общих показаниях. Все вдруг переглядываются. Такишиба Сан Наоми Сана. Наоми Сан Нато Сана. Все согласны с данным решением? Таёс-сан на Хинаде-куна. Хинаде-кун на Ощидио-майя-сана. Ощидио-майя-сан на Ореки-сана. Ореки-сан же смотрит на Ощидоми-сана. Тогда решено! Да, и нагласно! На этом мы закончим сей собравшийся здесь траур. Еще нет. Э? Нежели он не слышал. Еще нет рано делать такие поспешные выводы и все обрывать вот так. Что? Давайте вместе разыщем, какое обвинительное письмо имелось у Фунен-сана. Не. Зачем? Он ведь просто слуга, разве нет? Зачем было бы отсылать пригласить на обычном услуге? Несомненно, как мы ранее выяснили, у вас оказалось по себе обвинительное письмо, содержащее грех Фунен-сана. Что, опять же, доказывает, что для организатора ни участники церемонии, ни монахи, ни даже слуги не имеют как такового значения и статуса. То есть все равны, да? В этой игре все равны, да? В этой игре на выживание. Какая музяка. Письма с обвинением были разосланы всем присутствующим. А значит, Фунен-сан должен был хранить при себе такое же письмо с грехом одного из присутствующих здесь сейчас, одного из нас. Нужно немедленно направиться в комнату Фунен-сана. Сейчас? Да. Э? Э? А если мне в лом идти? Тогда поступим так. Те, кто желает выяснить и узнать, кто стоит за убийством Фунен-сана, прошу проследовать, пожалуйста, вместе со мной. Это вовсе не дурацкий розыгрыш, как я смел подумать ранее. Теперь я убежден причине, по которой Фунен-сан был убит именно в этот день и в это время. Все лишь молча, шарашенно, удивленно смотрели на меня. Однако же Шинбаши-сан, Арики-сан, Тойосу-сан, еще Адоми-сан лишь серьезно и холодно прищурились лицезрея на меня. Среди этих четырех и скрывается убийца Фунен-сана. Фунен-сана. Игорь Негода 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 Игорь Негода